Смотрите, ну, во-первых, для меня, ну, я не знаю, это не победа, да, вот, лидерство в этом рейтинге оказалось очень неожиданным. И когда Евгения мне вчера позвонила и сказала, что, Ирина, у вас вот такой вот результат, вам нужно выступить, я была очень крайне удивлена. Потому что, почему я была не удивлена? Потому что я, во-первых, не делала ставку, ну, в общем, у меня не было такой цели. Вот, единственная цель, которая у меня была вот в 14-м каталоге, я думаю, что вы это заметили, когда, помните, когда у нас вышел самый первый рейтинг по итогам со стабальниками, да, и в тот момент, ну, я не знаю, кто-то заметил, кто-то нет, но Дальний Восток, наверное, заметил, мы были в тройке лучших, если я не ошибаюсь, даже на втором месте. Меня это очень сильно воодушевило. Я помню в чате у нас в лидерском, ну, где легионеры, да, разгорелись прям такие горячие на эту тему дебаты, да, что, ой, а почему нас не предупредили, что будет рейтинг, мы бы типа вот еще бы там поднажали и так далее, да. Ну, это случилось неожиданно, это было приятно и, конечно, очень хотелось, чтобы тот регион, к которому я отношусь, и я отношусь к Дальнему Востоку, по-прежнему оставался на высоких позициях. Вот, и я понимала, что я не могу работать со всей территорией, да, с каждой структурой, с каждым потенциальным стобальником, но я понимала, что все, что зависит от себя в своей группе, в своих структурах, я буду делать. Но даже в этот момент у меня не было задачи и не стояла цель именно со своей первой линией работать. Я думала в общем обо всей структуре, обо всех наших пяти директорских группах, да, о пяти директорских структурах, и старалась все, что от меня зависит, делать именно вот на эту общую массу. Ну, и когда вот Евгения мне вчера позвонила, я действительно перепроверила результаты, действительно ли цифры те, которые есть, и вот это мое недоумение сначала появившееся, да, потом я вспомнила о том, что есть такая, ну, как не знаю, спритча, да, что если хочешь попасть в Луну, вернее, если целишься в Луну, то в небо попадешь ты точно. И вот это вот мое горячее желание, чтобы наш Дальневосточный регион был в лидерах в этом рейтинге, видимо, оно настолько явно проявлялось в моей структуре, что просто-напросто одну по-другому и не могло быть. И первая линия, это же те люди, которые максимально близки к нам, да, это как вот дети, есть внуки и так далее. Ну и дети, да, они очень хорошо считывают энергетику родителей. И вот здесь, наверное, все, что я, вот весь посыл, который я хотела передать нашему всему Дальневосточному региону, он точно был передан моей первой линией, люди меня услышали и, ну, сделали, я не думаю, что они сделали это, потому что я им сказала, да, потому что, наверное, каким-то образом мне удалось зажечь у них интерес к этой акции. И, ну, это вот, знаете, я считаю, что больше, наверное, вот это сыграло. Но если говорить на техническом уровне, что я делала, да, то я вот все две с половиной недели, потому что я приехала уже на второй, на первой неделе, когда она была наполовину прошедшая, да, вот все две с половиной недели 14-го каталога я максимальное количество раз, какое возможно, да, чтобы не забить чат одними сообщениями от меня. Я во все наши чаты под разным соусом подавала этот пылесос. То я его подавала просто как пылесос, то как возможность получить его, ну, в подарок, да, что вот он такой, по такой стоимости. Потом мне пришла в голову идея, что кроме того, что люди получат пылесос в подарок, они же еще на свой счет получат минимум 800, а то и 1200 баллов в кошелек, да, благо в 14-м каталоге у нас заработала акция по ВИП-клубу. Я и в этом разрезе тоже подавала эту информацию. Я не могу сказать, что и на кого больше подействовало, потому что я еще не снимала вот эту вот обратную связь. И это первое, что я делала. И второе, что я делала, кроме того, что я размещала информацию в группах, да, где, ну, естественно, все активные консультанты находятся, я еще постаралась максимально большому количеству людей в своей структуре, независимо от глубины. Ну, я сейчас имею в виду, я не беру там нижестоящие директорские структуры. Конечно, там директора сами работают, и несколько раз повторять человеку одни и те же предложения, наверное, может быть не очень корректно. Вот, но свою личную группу я максимально постаралась оповестить, причем не просто я брала какой-то скрипт, да, и отправляла его всем. Я старалась этот скрипт сделать максимально персонизированным. То есть, ну, допустим, отправляю, к примеру, сообщение Елене Колывановой, да, и говорю, Лен, вот, то есть, во-первых, по имени обращаюсь, во-вторых, стараюсь в этот скрипт положить какие-то ее индивидуальные особенности по товарообороту, по стилю работы, по личным показателям, которые у нее были в предыдущем каталоге. И, наверное, вот люди видят, да, что это не просто рассылка, да, которую я там Ctrl-C, Ctrl-V всем делаю, а вот эта вот персональная такая система, спасибо большое, Наташа, персональный, вот такой вот персональный подход, наверное, я думаю, что он сыграл. Причем, вы знаете, я не могу сказать, что все, кому я так обращалась, мне ответили. Кто-то отвечал, большая масса, конечно, людей, потому что поток информации очень большой. Ну, я видела, что они прочитали, кто-то смайлик поставил, кто-то там спасибо написал, кто-то просто прочитал и ничего не ответил. Но даже среди тех, кто прочитал и ничего не ответил, есть те, кому, кто эту акцию выполнил. И я, во-первых, это для меня урок, да, что не нужно расстраиваться, если люди мне там не отвечают, вот, они меня все равно слышат. Ну, и нужно просто всех информировать. Сейчас, в 14-м каталоге, вернее, в 15-м каталоге, да, когда у нас акция, ну, обросла некоторыми дополнениями, я сделаю свой акцент, конечно же, на новичках, потому что предыдущий каталог я сделала акцент на всех активных консультантах, не только на тех, кто сделал 50 либо 100 баллов. Помните, да, они у нас были выделены в отчетах, ну, не те, кто ранее делал 50 или 100, а абсолютно на всех. Вот все, кто там 3 балла, 10 баллов, 15 баллов, все, кто когда-то делал у меня, вот, я постаралась их оповести. Вернее, не когда-то, а кто был активен в предыдущей 13-й, 12-й каталоге. То есть я взяла отчеты, взяла активных людей и вот именно их и информировала об этой акции. Потому что, понимая, что это теплые люди, у них еще есть, ну, хороший, хороший такой, как сказать, оттенок, да, от общения с нашей продукцией, с нашей компанией, может быть, со мной лично. И вот именно к этим людям я обращалась. И в 15-м сейчас каталоге буду делать такие же оповещения, еще вот, ну, не составила скрипт, сейчас буду его продумывать, потому что акция только вчера у нас стала известна, да, на общение с новичками. Ну и, не знаю, ставить ли мне опять же какую-то цель по вовлечению новичков или продолжать работать на весь регион. Ну и вот про те интервью, про которые сейчас Наташа сказала, да, тоже, наверное, это, я их, естественно, запустила и в своих группах, и людям, ну, наверное, это тоже сыграло какую-то роль. И сейчас одна из моих целей, я сейчас вот всех, кто у меня 100 баллов сделал, буду собирать в одной общей, в одном общем чате, и буду напрашиваться к ним в гости, ну, не совсем уж прям в гости, да, но буду приглашать их на встречу. И попрошу записать их вот такие же буквально там минутные ролики о том, как они сделали свои 100 баллов для того, чтобы, ну, во-первых, и делиться вот в этом общем чате, и для того, чтобы быть полезными для всех остальных людей, потому что у нас еще есть два периода, когда люди могут захотеть и войти в эту акцию. Все, больше не буду рассказать, можно много еще чего, но понимаю, что время ограничено. Спасибо за внимание.